СОЛЫМ СОЛЫМ Благодаря проведенным исследованиям и раскопкам установлено, что первое постоянное поселение на берегах озера Иммонтор появилось как минимум с середины первого тысячелетия. Обнаружены поселенческие, хозяйственные, погребальные и культовые останки объектов. Но были люди здесь и раньше. Первые поселения из нескольких жилищ появились в период с третьего века до нашей эры. Археологические исследования у озера начались в 1978 году и продолжаются по сей день. Выявлены десятки объектов археологии, 8 городищ, 16 селищ, 3 местонахождения, а также 5 могильников и столько же культовых мест, принадлежавших группам коренных малочисленных народов – ханты. Площадь территории, где шли раскопки, превышала 10 квадратных километров. Поднято свыше 450 находок. На изученной территории могильника было выявлено 8 захоронений, относящихся к культуре V-VII веков. Ходит легенда, что переплывать озеро Сырковый Сор или Иммонтор не рекомендуется, потому что духи, живущие в нем, этого не любят и могут навредить. Запрещено заходить в воду женщинам. А еще одна легенда повествует, что в озере утопили идола золотой бабы в полный рост, и это именно она тянет людей на дно. Есть версии, что раньше тут был город богатырей – ханты, а в озере живут звери с ушами и рогами. Богатая история земля стала храняться законом, а в 2019-м югорские археологи задумали построить на берегу Солымского водоема музейный комплекс «Священная кедровая роща». Его площадь – 54 гектара. По задумке он будет состоять из основного корпуса и площадок под открытым небом с экспозициями, музеями, гостиницей, рестораном, кафе, лыжной базой и даже яхт-клубом. Пока стройка не начата. Субтитры создавал DimaTorzok